В Наринмаре завершилась ежегодная акция «Всероссийский день посадки деревьев». За два дня удалось посадить около 500 саженцев. Маленькие деревца появились у школы номер 3, 5 имени Антона Пырерки, Ненецкого аграрно-экономического техникума. Озеленились дворы детских садов, теремок, росток, кораблик и детская площадка по улице Меншикова. Саженцы березы, ели, ивы и лиственницы местные, а значит шанс, что большая часть насаждений приживется, есть. Для озеленения территории Ненецкой окружной больницы Анатолий Мяндин выбрал березу. Говорит, хорошо приживается на новом месте и приносит здоровье. Каждым летом заготавливаю веники. Веники из березы. И береза дает здоровье, когда ты паришься в бане. Это самый лучший веник, я считаю, что он все-таки должен быть березой. Это раз. Во-вторых, эта береза сажается на территории больничного комплекса. И я считаю, что она должна своим, когда она рассветет, своим присутствием здесь радовать больных и давать им больше позитива и настроя на быстрейшее оздоровление. Радовать глаз зеленью очень важно для северян. После долгой зимы организму требуются яркие краски и свежий воздух. Это могут дать деревья, которых на улицах города пока еще немного. Благодаря инициативе экологов каждый год в Наринмаре проходит акция «Всероссийский день посадки леса». Озеленение превращают в общественный праздник. Чтобы украсить свой двор или улицу, захотел каждый. К тому же саженцы можно получить в департаменте природопользования, предварительно подав заявку. У нас были заявки и от физических лиц на предоставление саженцев. То есть, кто обращался, саженцы получили. Большая благодарность у нас для… Благодарны всем участникам. Особенно хочется отметить студентов-экологов, которые непосредственно саженцы выкапывали. Это наиболее трудоемкая часть всей акции. Акция проходит в пятый раз. И за это время насаждения появились у библиотеки имени Печкова, Краевеческого музея, на территории Богоявленского храма. В этом году деревья посадили у школ, детских садов и организаций. 150 саженцев отправились в поселок искателей, 50 – в частные хозяйства. Всего за два дня акции посажено около 500 деревьев. По словам губернатора Ненецкого округа, озеленение – важная часть в благоустройстве города. Чтобы жизнь в Нарьинмаре была комфортной, предстоит большая работа по уборке улиц, обустройству дорог, ремонту коммунальных сетей и водозабора. С совместными усилиями двух бюджетов, конечно же, всю инфраструктуру нужно приводить в порядок. Но помимо инфраструктуры, то, что лежит в земле, то, что не видно глазу, но оно должно работать, безусловно, нужно еще думать и о внешней стороне. Это и тротуары, это и плитка. Безусловно, у нас озеленение требует и центральная часть, и в принципе, скажем так, ну даже я не буду называть это окраинами, но там, где заканчиваются границы города, это захребетка, это безусловно, у нас очень много песка и на Сахалине, и РСУ. В следующем году организаторы акции планируют разнообразить ассортимент деревьев, заготовить саженцы рябины и черемухи, и, конечно, привлечь больше горожан, ведь сделать город зеленым может каждый. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.